Привет всем! Опять я пропал на длительное время, да? Извиняюсь, ребята. Ой, клуб много времени отнимает. Да плюс еще лень порой одолевает. Я думаю, каждому из нас это чувство знакомо. Сегодня разберем отечественное масло Лукойл Люкс Синтетическое 5В40. У него новый состав в связи со всеми светоперестановками, когда западные пакеты стали труднодоступны. Посмотрим, все ли так страшно в этом масле, как про него ходят слухи. И откатились ли мы назад без западных присадок. У этого масла, кстати, есть более дорогой клон. Генезис Армартек 5В40, который многие льют и немного переплачивают. Потом сравним два этих масла, возможно, это сэкономит кому-то денег. Итак, встречайте, Лукойл Люкс Синтетическое 5В40 стандарта APSN. На литрухе указано много европейских спецификаций, о них поговорим чуть позже. Когда я купил первый образец на анализ, оказалось, что сдуру хапнул с полки не ту литруху. Лукойл Люкс полусинтетическое, а это уже совсем другое масло. Дизайн обоих настолько похож, что отличаются они только маленькой надписью «Синтетик». Обнаружил я это уже дома. Пришлось искать другой образец. Если даже я ошибаюсь, то сколько людей вот так же купили не то масло в свой двигатель. Лукойлу все-таки стоит задуматься над этим. Можно же сделать канистру другого цвета или хотя бы этикетку другого дизайна. Лукойл Люкс Синтетическое 5В40 стандарта APSN. Производится также ЛЛК Интернешнл, город Пермь. Перечислены крутейшие допуски и спецификации. Но допуска, скорее всего, уже нет. Санкции, извините. Произвелось оно 21.08.2023. К вязкости масла претензий нет. Это действительно 5В40. Вообще у Лукойла часто бывают цветоперестановки в вязкости. В одной партии одна вязкость, в другой партии другая вязкость. Я уже говорил об этом в прошлых обзорах. Здесь вязкость 14. В нашем прошлом анализе она была почти 15. Но справедливости ради нужно отметить, что у них никогда не было вылетов за рамки стандарта SAI. То есть оно всегда было 5В40. На двигателе эти пляски плохо не скажутся. Просто хочется уже постоянства. На самом деле, знаете в чем дело? Они постоянно меняют рецептуры в связи с нашими событиями. А раз меняют рецептуры, то переигрывается и вязкость. Температура застывания минус 41 градус Цельсия. Нормально. Обычно у лукойловских продуктов температура застывания даже покруче. Здесь же просто среднее нормальное значение для масла на гидрокрекинге. Данный лукойл люкс можно использовать зимой при температурах до минус 30 градусов Цельсия. Если прям приспичило, можно завестись в минус 33 градуса. Ничего страшного не случится. К этому моменту, судя по температуре застывания, оно еще колом не застынет. Вязкость имитации холодной прокрутки стартера МССС равна 5300 МПАС. То есть, помимо температуры застывания, еще один параметр подтверждает, что при минус 30 это масло ведет себя нормально. Такого запаса хватает для большинства регионов России. Просто держите в уме. Если у вас в регионе каждую зиму около недели держатся 40 градусные морозы, то это масло не для вас. Лейте 0,40. Если же такие морозы бывают крайне редко, в основном до минус 30, то можно лить этот люкс. Щелочное число равно 10,5. У масла хорошие моющие нейтрализующие свойства. Высокое щелочное обеспечивает чистоту в зоне поршневых колец. Продолжительно нейтрализует кислоты, возникающие в двигателе. Такого масла обычно хватает на большие интервалы смены. Бывают же среди нас раздолбаи. Один раз поменяли масло на 8000 километрах. В другой раз, ой, забыл и поменял на 10000. Так вот, лукоил такие вещи прощает. В разумных пределах, конечно. Ну а к испаряемости массы равна 10%. Этот тест заключается в том, что образец выдерживают в течение часа при высокой температуре 250 градусов Цельсия. Ну и подсчитывают, насколько масло испарилось. Данный результат считается хорошим. Лукоил Люкс не склонен сильно угорать. Он не будет часто требовать доливки. Температура вспышки у него обычная, я бы даже сказал, не выдающаяся. По золе и сере тоже особо нечего сказать. Они обычные. В общем, все в пределах нормы. Не выделяется. Перейдем к самому главному. Это пакет присадок. Мы наблюдаем здесь органический молибден, снижающий коэффициент трения и дающий экономию топлива. Очень много бора. Это дисперсанты на основе барированного сукцинемида. Они удерживают загрязнение в толще масла, поддерживают чистоту в двигателе и улучшают взаимодействие присадок. Здесь есть моющие нейтрализующие присадки на основе кальция. Они современные, потому что дают мало золы. И традиционные противоизносные присадки на основе фосфора и цинка. Пакет присадок действительно выглядит очень жирным и богатым. Но дело в том, что это непривычный нам пакет присадок Infinium, как это было раньше. Это либо китайский ричфул с самостоятельными добавками. Либо пакет, собранный отдельно из разных ингредиентов, в том числе и отечественных. То есть самодельный пакет присадок, который мы обычно на ойл-клубе называем конструктор. Плюс этого пакета в том, что завод может напичкать его дисперсантами, антиоксидантами, модификаторами трения. То есть хорошими ингредиентами на свой вкус. Минус в том, что данная рецептура не тестировалась настоящим производителем присадок. То есть спецификации, которые перечислены на канистре, под большим вопросом. Скорее всего их просто нет. Из этого анализа, конечно, видно, что Лукоил при санкционных запретах старается производить жирное масло. Иначе здесь бы не было модификаторов трения, большого количества дисперсантов, моющих присадок, дающих мало золы. Они бы делали Лукоил на древних пакетах тракторных масел из того, что осталось в России. Но, как мы видим, они так не делают. Лукоил сейчас прикладывает все усилия к тому, чтобы производить собственные пакеты присадок. И чтобы они не уступали западным. То есть закупается оборудование, проводятся испытания, в том числе и за рубежом. Да, это пока не гигант маслоиндустрии, как Инфиниум. Но они стремятся к тому, чтобы быть самостоятельными. Но это еще не все. Последние наши анализы показали, что Лукоил до сих пор умудряется производить продукты на западных пакетах присадок. Это в основном касается масел со строгими спецификациями. Таких, как Лукоил Генезис Армартек GC 5W30 со спецификацией Volkswagen 504-507. Или такой же Генезис GC в вязкости 0W20 с современной спецификацией Volkswagen 508-509. То есть не все так плохо. У них реально есть масла на западных пакетах Инфиниум. Они их как-то завозят. Открою еще один секрет. Недавно мы протестировали Лукоил Генезис Армартек 5W40. Так вот, по параметрам и элементам масло оказалось то же самое, что наш Лукоил Люкс. Точно такой же пакет присадок, такая же зола, такое же щелочное. Даже экоспектр совпадает. Единственное, в чем могут быть отличия, возможно, в Генезисе крепче полимерный загуститель. То есть оно с пробегом меньше потеряет вязкости. Но, по сути, если вы меняете масло раз в 7-8 тысяч километров, то это вам не важно. За этот интервал и обычный загуститель сильно не просядет. Так что те, кто льют Генезис Армартек 5W40, могут немного сэкономить, залив этот люкс. Теперь давайте откроем ЭК-спектр Фурье и посмотрим, из чего он у нас состоит. Пик на волне 722 высотой около единицы. Это говорит о том, что масло на основе гидрокрекинга VHVI. То есть, все как и было раньше. Пик на волне 1708 говорит о большом содержании сукцинемидов. Это дисперсанты, их очень много. А вот эти пики говорят о наличии фенольных и аминных антиоксидантов. Давайте подытожим. Перед нами грамотно построенное масло. У него хорошие моющие нейтрализующие свойства. Такого хватит на большие интервалы смены. Производитель напичкал его всякими улучшайзерами, дисперсантами, антиоксидантами. Все это положительно скажется на работе в тяжелых условиях. У люкса нормальные низкотемпературные характеристики. Оно подойдет практически всем областям, кроме самых северных регионов. У него малый расход на угар. В общем, масло своих денег стоит. Сделано оно с умом. Еще один плюс в его повсеместной доступности. Купить лукойл на доливку можно в любой подворотне. Подделок на него нет. Слишком он дешев и трудозатратен для поддельщиков. Единственный его минус – это отсутствие настоящих спецификаций, перечисленных на банке. Так как пакет присадок – самодельный конструктор. Ну так я думаю. Если не согласны с таким положением дел, покупайте корейские или европейские масла, у которых с этим все нормально. Правда, за это придется заплатить гораздо больше. Но зато всегда есть выбор. А на сегодня у меня все, друзья. До встречи. Продолжение следует...